Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с утра уделяем несколько минут нашего времени, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся на финансовых площадках за прошлую торговую сессию. Сегодня, как и всегда, нам есть о чем поговорить, потому что очень многие активы сейчас показывают весьма волатильные и интенсивные движения, которым мы, как вы наверняка знаете, подготовились заранее. Я очень надеюсь, что по многим валютным парам вы уже получили хороший профиль. Но также повторяю, что это еще не предел, потому что тренды по ряду инструментов, они только в самом начале своего развития, и нам придется еще немножко подождать, чтобы добраться до наших целевых ориентиров, которые были выставлены ранее. Не будем мы, как и всегда, нарушать наш сценарий. Давайте начнем с того, что наблюдалось на рынке сырья и, прежде всего, на рынке нефти. Я думаю, что многие из вас специализируются непосредственно на трейдинге этим инструментом. Активно помнят то, что после тех договоренностей, которые были достигнуты в среду, у нас появилась позиция краткосрочная, которая как раз предполагала возможность покупки бренда и WTI, в частности, большую ставку мы делаем на бренда, с ориентирами прокатиться до отметки 52,5 доллара за баррель. Я надеюсь, что краткосрочно вы присоединились к этой сделке, потому что, судя по той динамике, которую мы с вами наблюдаем, действительно, актив приедет как раз к этому рубежу. Хай вчерашнего дня – 52,09. Закрытие чуть ниже – 51,69. Сейчас бренд торгуется на уровне 51,62. Безусловно, интерес к активу вчера был вызван помимо резонанса, опять же, от договоренности. Это такая избитая тема, насколько бы нам не надоело ее обсуждать, но нужно понимать, что это такой фундаментальный стимул. Он будет действовать на рынке вплоть до следующего, скажем, похожего формата события, которое у нас предварительно должно состояться в конце ноября. Статистика, которая была опубликована в рамках дня в 17.30 по московскому времени – это запасы нефти в США. И, судя по тем цифрам, которые мы увидели, это снижение запасов уже пятую неделю подряд, в этот раз на 2, практически на 3 миллиона баррелей за неделю, против прогнозируемого роста на 2,6. Вы помните, что накануне у нас вышел отчет по API от Американского института нефти. Там также снижение запасов, даже более высокая цифра. И поскольку мы все-таки говорим о тенденции, которая предполагает сокращение, разумеется, логичная реакция, она как раз и выливается в интерес как к Brent, так и WT. Давайте разберемся с причинами, которые сейчас закладываются в основу этих данных. Почему же запасы снижаются? Я думаю, что причин может быть несколько. Это увеличение производственных мощностей загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Ну, возможно так. Это сокращение импорта нефти в США. Действительно, за прошлую неделю общий показатель поставок импорта составил даже меньше 5 миллионов баррелей. Это очень скромное значение. Ну и третий фактор – это повышенный внутренний спрос. Больше других, опять же, объяснений, которыми можно оправдать тенденцию сокращения запасов, я не вижу. Если у вас есть какая-то версия, буду рад, если вы со мной подеетесь, потому что канал на YouTube, безусловно, это наш форум, скажем, канал обратной связи, где мы формируем вот это целостное новостное представление о перспективах активов. Если вам интересно поддержать беседу, пожалуйста, буду рад фидбэку и обратной связи от вас. И, собственно, по поводу того, что вы думаете по будущим котировкам нефти и прочих активов, на которые мы делаем каждодневную ставку. Еще, пожалуйста, с вашего позволения отмечу дополнительный новостной фон, который, может быть, даже оказал более определяющее влияние на бренд. Это комментарий от Reuters, я бы даже сказал сам, знаком молнии. Новость, которая указывает на то, что страны-экспортеры нефти в рамках ближневосточного картеля могут провести еще одну неформальную встречу в период с 8 октября по 13-е, которая должна состояться в Стамбуле. Это встреча с странами-производителями нефти, которые не входят в СОПЕК. И эта встреча должна быть проведена для того, чтобы обсудить отдельные положения тех потенциальных договоренностей, которые будут реализованы в конце ноября по ограничению добычи. Если она произойдет, действительно случится, пока что мы слышали комментарий. В общем, Reuters ослался на высказывание министра нефти Алжира. Но прочие представители ОПЕК пока еще ее не подтвердили. Если эта неформальная встреча состоится, то есть у нас в следующей неделе будет крайне интересно на новостные события, мы, безусловно, продолжим судить за нефтью. Но все равно понимают то, что у этого актива есть потолок. И этим потолком сейчас является уровень 52-50, чуть выше. Это те значения, которые были протестированы брендом в начале июня. Но это сейчас и важный рубеж психологического сопротивления. Безусловно, актив может пойти и выше. Но для того, чтобы он действительно отправился на тестирование более высокой ценовой планки, нужен фундамент более крутой, чем присутствует сейчас. Конечно же, договоренности – это сильный новостной фон. Но это только предварительные выводы, которые были сделаны по факту прошедшей встречи. Стороны, страны ОПЕК, не Саудовская Аравия, не Иран, не сокращают пока объемы добычи. Если это и случится, то произойдет не раньше 30 ноября. Мы с вами находимся только в начале октября. Вы понимаете, что фактически два месяца у нас снова вот этой повышенной турбулентности, волатильности значительной, которая будет кидать бренд как вверх, так и вниз. Но я надеюсь, что выше 52,5 мы с вами не пойдем. Поэтому призываю сейчас, действуем опять же через покупки до этого значения, а после рассматриваем возможности, чтобы продать бренд как минимум с возвращением к поддержке 50 долларов за баррель. Параллельно будем следить за статистикой. У нас еще на этой неделе отчет Бейкер Хаджеса по количеству платформ и буровых в США в пятницу вечером. Итоги подведем уже на следующей неделе в понедельник. Ну и поглядываем еще на поведение доллара, потому что американец сейчас вдохновлен предстоящим релизом по Non-Parm Perils. И поскольку, опять же, доллар напрямую влияет на стоимость сырья, мы будем еще отталкиваться и от фактических котировок, которые будут показывать американец, для того чтобы объяснить ту или иную динамику по нефти. Российская валюта 62,39. Видим то, что рубль продолжает котироваться выше 62. И снова повторяю то, что ниже 62 мы вряд ли уйдем. Если вы сомневаетесь, думаете, смотрите, анализируете, продолжаете это делать. Потому что поезд уйдет очень скоро. И вы будете сожалеть, что не смогли купить и не купили валюту евро и доллар против российского конкурента тогда, когда для этого были все возможности. Как я уже отмечал, при возобновлении коррекционной динамики Brent, мы очень быстро наверстаем прежний уровень сопротивления по паре USD RAP это 65. Ниже 62 мы вряд ли опустимся. Европейская валюта против доллара. Сейчас у нас котировки 1,12. В целом, скажем, коридор, диапазон хода евро выдерживается. Несмотря на волатильность по очереди, которую мы наблюдаем в рамках торговой сессии, все равно евро не хватает более стоящего стимула для того, чтобы пробить как раз границы этого диапазона. Мы с вами склоняемся в пользу того, что евро является активом, который потенциально должен терять стоимость против своих конкурентов. Потому что отталкиваемся от слабой фундаментальной картины и видим евро ниже отметки 1,11. Вчерашняя торговая сессия. Евро смог прервать череду разручных дней, которые мы наблюдали до этого, и показать символичный прирост. Поддержка пришла со стороны национальной и макроэкономической статистики. В частности, вышли данные по индексам дела активности в сфере услуг Германии и еврозоны. В частности, по Германии 59,56. По еврозоне индекс прибавил чуть больше. 52,2 с прошлого значения 52. Действительно, данные неплохие, но это еще не тенденция. И, в принципе, 50,9 по Германии – это значение, которое фактически граничит с уровнем, который отделяет восстановление от спада. 50. И если картина ухудшится, мы сможем наблюдать цифры еще ниже. Дополнительный позитив еще пришел со стороны роничных продаж. Вы помните, что, отталкиваясь от слабого значения потребительской активности, даже не мы, а буквально все участники рынка и эксперты, которые следят за статистикой, прогнозировали, что роничные продажи могли просесть по итогам прошлого месяца на 0,3%. Но истинная цифра оказалась по спаду скромнее – минус 0,1%. И это также отчасти поддержало позиции европейской валюты. Теперь в фокусе внимания трейдеров тот отчет, который у нас выйдет завтра – это Non-Farm Perils. Будем анализировать с вами состояние американского рынка труда. Отталкиваясь от релиза ADP, который был опубликован вчера, можно предположить то, что и Non-Farm Perils официальные данные также, скорее всего, разочаруют. Лейка в этом есть. Но я также хочу сделать ремарку в сторону и в пользу того, что в последнее время между отчетами ADP и Non-Farm Perils есть определенного рода раскорреляция. И очень часто действительно эти показатели сильно разнятся. А на основании этого можно предположить, что в пятницу отчет может превзойти все ожидания и стать настоящим сюрпризом для всех тех, кто сейчас следит за этой статистикой и пытается торговать по факту ее выхода. Поэтому мы с вами, безусловно, дождемся данных о Non-Farm Perils. Исходя из последнего поведения американца, верится то, что доллар не просто так растет. Видимо, чувствовать нутром то, что будет соответствующая фундаментальная поддержка и в целом она действительно есть. Но если тот фундаментальный фонд является для вас недостаточным сейчас, тогда предлагаю закрыть глаза на статистику и проанализировать ситуацию, которая сейчас вкладывается в доходности немецких бунтусов и, соответственно, американских трежерис. И, к примеру, по двух леткам эта разница сейчас составляет 150 пунктов, что явно играет не на руку европейской валюте, а создает возможности для более привлекательного и доходного инвестирования именно в американские бумаги. Если эта разница будет дальше возрастать в пользу доллара, тогда у американца, помимо ожидания повышения процентной ставки, будет еще один системный фактор, чтобы оказывать давление на рисковые инструменты, в данном случае на европейскую валюту. А евро сейчас, собственно, сцепиться не за что. Если кто-то обратил внимание на обсуждаемый с начала этой недели комментарий о том, что Европейский Центральный Банк может даже рассмотреть возможность ужесточения монетарной политики, я советую вам забыть про этот фундамент, потому что вчера сам Европейский Центральный Банк четко дал понять, что отказываться от текущих объемов выкупа активов, по крайней мере, до марта 2017 года они не собираются. А при ухудшении экономической конъюнтуры мы с вами только в начале пути распада Европейского Союза посредством выхода Англии ЕЦБ может даже рассмотреть возможность новых стимулов. Это то, о чем мы с вами уже неоднократно говорили. Поэтому против евро сейчас действует буквально все. Не обращайте внимания на локальные выплаты, которые происходят периодически. Евро должен стоить ниже. Для того, чтобы мы смогли отправиться к поддержке 1.10, нам нужно протестировать рубеж 1.11. И, как показала эта неделя, в принципе, эта коррекционная динамика может случиться практически в любую торговую сессию. Дальше идем. Фунт против американца. Видим то, что британская валюта продолжает терять. Это мягко сказано. У нас была поддержка 1.28. Мы следом поставили на более низкое ценовое значение 1.27. И спустились, собственно, ниже. Потому что лоу, вчерашняя торговая сессия, составила 1.2684. Причины распродаж фунта остаются прежними. Трейдеры, участники рынка, все сообщество инвесторов сейчас говорит о тех последствиях, с которыми столкнется британская экономика после инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора. Как только это случится, действительно, по даже самым скромным подсчетам, британская финансовая система может не добрать более 50 миллиардов фунтов по прибыли. Это серьезно дестабилизирует финансовую систему. Неизвестно, каким образом английская экономика заново будет выстраивать экономические связи с прочими европейскими странами. Это также создает дополнительную нагрузку на основные макроэкономические показатели, если рассуждать на перспективу. И то, что фунт сейчас так активно сыплется, это как раз и есть отражение той неопределенности тех панических страхов, которые витают вокруг английского рынка. Нету прецедентов еще. Никто не знает, каким образом будет завершен этот бракоразводный процесс. Позвольте мне использовать такое выражение. Потому что в истории еще не было похожих случаев. Поэтому неопределенность будет только усиливаться. И каждый раз, когда мы будем слышать какие-то комментарии, в том числе и со стороны Терезы Мэй, о том, что эти риски, неопределенности, они сохраняются, давление на фунт будет только усиливаться. Вчера вышел отчет по активности в сфере услуг. По факту цифра хорошая. 52,6, с прошлого 52,9, даже несмотря на незначительный спад, все равно индекс находится выше 50. И это значение сигнализирует о том, что сектор действительно растет. Сфера услуга, на которую приходится более 80% экономического роста, может стать, опять же, фактором того, что и ВВП следующий будет лучше, чем прогнозируется. Но мы видим то, что фунт особо на эту статистику не реагирует. Потому что, как я уже отметил и снова повторюсь, вот это давление неопределенности, оно более всеобъемлющее. Поэтому трейдеры сейчас на статистику не обращают никакого внимания. Хочу также отметить, что наши с вами уж совсем долгосрочные цели, которые мы изменили. Сначала это 1,28, поставили еще ниже 1,27. На мой взгляд, сейчас достаточно, чтобы зафиксировать тот профит и рассматривать возможность обратного трейдинга. Я считаю, что завершение этой недели непременно после такого понижательного ралли состоится на более высоких ценовых значениях. Поэтому, если вам интересно и если вам хочется рискнуть, закрывая глаза на весь этот фундамент, который создает возможности для снижения пары фунт-долларов даже в районе 1,25, я предлагаю с сегодняшней такой сессии и до следующей недели поиграть на повышение прямо с текущих значений. Если сможем вернуться с текущих рубежей 1,27,13 в район 1,28,50, это будет просто сказка. Как только протестируем это значение, ну либо, по крайней мере, окажемся выше 1,28, тогда уже поговорим о том, не стоит ли нам снова разворачиваться с возможностью ухода как раз уже к значению 1,25. Доллар японская иена сейчас котируется на уровне 103,54. Вчерашняя торговая сессия была очень интересна для доллара, поскольку доллар продолжил динамично расти. Если проследить вообще всю хронологию дня, сначала у нас был на повестке отчет ADP по количеству новых рабочих мест в месяц хозяйственного сектора, но это частная оценка, не забывайте, она менее значима и влиятельна для рынка, чем non-farm payrolls. По факту цифры 154 тысячи против прошлого значения 175 тысяч. Плохая статистика и, разумеется, эта статистика стала причиной негативного тренда, который тут же был реализован в динамике американцев. Доллар японской иена практически добралась до отметки 103, практически ее протестировала, но после выхода статистики была вынуждена сбавить вот эти обороты и отступить к более низкому ценовому значению. Но энтузиазм доллар сохранил, потому что знал, что след за ADP выйдет отчет по индексу деятельности в производственном секторе, точнее в сфере услуг по версии маркет и еще более влиятельные данные по версии ISM. По цифрам 52,3 это по маркету с 51,9 и по ISM 57,1 с прошлого 51,4. Вы представляете, прирост больше, чем на 10% по индикатору. Это, между прочим, максимальное значение больше, чем за год. И как только трейдеры увидели эти цифры и поняли то, что вероятность повышения процентной ставки после активности в сфере услуг многократно возросла, мы увидели разворот быстрой пары USD и уверенное пробитие отметки 103. Вот сейчас котировки 103,54, но я думаю, что при сохранении подобных темпов USD и Йена сможет даже добраться до отметки 104. Это уже сверх тех ориентированных, которыми мы руководствовались. Стартовая эту неделю в селе 103, но мы видим то, что пара уже котируется гораздо выше. Я предлагаю не останавливаться на достигнутом, и если доллар так верит в собственные позиции, давайте тогда верить в него и мы. 104 – это наша ближайшая цель. Основной релиз, который на повестке – это Non-Farm Parals. Завтрашний сюрприз вполне возможен. И если этот отчет вкупе с приростом заработных плат не подведет, тогда мы сможем увидеть пробой и этого, на мой взгляд, довольно-таки важного сопротивления. В качестве дополнительных факторов поддержки производственные заказы, также статистика плюс 0,2% прироста против прогноза сокращения на 0,1%. И снова высказывание господина Лейкера, который, оценив последние макроэкономические данные, пришел к выводу о присутствующих, опять же, сигналах последующего роста потребительской активности, более лучших показателей ВВП и более высоких инфляционных ожиданий, что в целом снова возвращает нас к идее повышения процентной ставки. Это наша субъективная позиция. Давайте посмотрим на более объективную. Это фьючерсные контракты от FedWatch, которые оценивают вероятность повышения процентной ставки. 60% ранее, сейчас уже стремимся к отметке 65. И если нон-фарм фэрлс также порадует трейдеров, мы сможем перевалиться за планку в 70. Хотя, наверное, 70 так быстро преодолеть не удастся, но подобраться к этой вероятности мы с вами сможем. Хочу еще отметить канадца. Сегодня мы видим против доллара, в принципе, пара снова растет. Актуальные котировки у нас 1.3191. Уверен, мы закрепимся выше 1.3200. Ухо канадская валюта напрочь сейчас игнорирует динамику, которая складывается на рынке нефти, что указывает на риски макроэкономического характера. О них мы уже с вами говорили и в понедельник, и во вторник, если интересно, рекомендую пересмотреть брифинги, потому что как раз на канадцам делали большую ставку. Сейчас я просто хочу еще раз актуализировать цели, которые у нас должны быть выставлены по паре USDCAD как минимум на отметке 1.3250. И, с вашего позволения, еще минуту вас отниму. Это сославшись на валютную пару евросвиси. Предлагаю буквально с сегодняшнего дня включить ее в оценку наших каждодневных наблюдений по тенденциям, которые складываются в рамках этого дуэта валютных активов. И почему евросвиси будет сейчас интересно, вы знаете, тот анализ, который мне удалось провести в последнее время, позволяет предположить то, что по этой паре у нас снова есть скрытый уровень потенциального дна, ниже которого пара вряд ли уйдет. Это отметка 1.08. Посмотрите сами, в рамках всего года неоднократно пара евросвиси возвращалась к этому рубежу, после этого происходил серьезный рост. Вот буквально последний раз это случилось несколько дней назад. Сейчас евросвиси у нас котируются на отметке 1.09.29. Почему этот уровень держится? Да потому что Национальный банк Швейцарии не хочет видеть швейцарскую валюту дороже, чем этот рубеж. И каждый раз, когда возникают риски того, что франк может оказаться по стоимости больше, чем это ценовое значение, предпринимаются меры, о которых никто не говорит. По крайней мере, Национальный банк Швейцарии не оправдывается перед рынком и не афиширует, опять же, тему возможно проведенных валютных интервенций. Но если мы с вами проанализируем структуру депозитов и если поймем то, что посмотрим, что зачастую по франку мы видим очень выраженное однонаправленное движение, которое направлено на ослабление этого актива, то сможем прийти к выводу о том, что скрыто Национальный банк Швейцарии регулярно проводит валютные интервенции. Поэтому уровень 1.08 вполне возможно сейчас взят за руководство уровня, опять же, такого донного значения, от которого всегда идет игра на повышение и ниже которого Евросвейцарии вряд ли пустит Национальный банк Швейцарии. То, что резервов и ликвидности у банка достаточно, чтобы через активные валютные интервенции поддерживать пару на этом значении, не стоит сомневаться. Поэтому давайте мы с вами, руководствуясь этой идеей, поставим на то, что Евросвейцария у нас теперь долгосрочная инвестиционная идея, которую мы будем рассматривать через покупку с целью возвращения выше отметки 1.11, а то и даже 1.12. Уровень дна это значение 1.08. Из важных макроэкономических релизов сегодняшнего дня, в 14.30 мы увидим сведения о последнем заседании Европейского Центрального банка. Я не думаю, что этот отчет и этот фундамент могут стать причиной какой-то интересной динамики по Евро. Но все же, действительно, рынок сейчас крайне непредсказуем. Если мы услышим о каких-то также скрытых намеках на новые стимулы, тогда давление на евро возрастет. Из других отчетов, пожалуй, только заявки на пособие по безработице, традиционные релизы в четверг, более серьезного фундамента сегодня не предвидится. Но расстраиваться не стоит, поскольку у нас, по сути, есть возможность передохнуть перед завтрашней торговой сессией, потому что завтра мы с вами, в прямом смысле, начинаем активно следить за макроэкономической картиной по США, потому что на повестке будет релиз Non-Farm Payless, самый важный отчет по состоянию американского рынка труда, который сейчас у нас будет даже не просто рядовой статистикой из Америки. Это отчет, который напрямую повлияет на скорость повышения процентных ставок. И если статистика будет очень хорошей, я предложу вам рассмотреть даже ноябрьское заседание, как тот самый период, когда ФРС может пойти на разгон как о срочных процентных ставках. Кодовое слово на сегодня. Вираж, величина бонуса 12%, действует он на пополнение до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом все. Огромное вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, снова повторяю, канал на YouTube можете оставлять ваши комментарии под видео окном, либо задавать вопросы. Ну и, конечно же, я очень жду ваших лайков. Большое спасибо еще раз за внимание. Хорошей, прибыльной вам торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.